Избегать общественных акций, митингов и ни в коем случае не брать на них с собой детей, рекомендует Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Таким образом, возможно минимизировать количество жертв при терактах. В свете последних событий Одесса находится под прямой угрозой. Луганская и Донецкая области переведены в режим чрезвычайной ситуации. Все остальные области, в том числе Одесская область, переведены в режим повышенной готовности. Режим повышенной готовности как раз и является тем, что органы власти и различные службы должны координировать друг с другом достаточно быстро, чтобы принимать очень быстрые решения. Всего с начала нынешнего года сотрудники ГСЧС выезжали на вызовы 700 раз. Из них 73 раза – это сообщение о потенциально опасных предметах. В пяти случаях произошли реальные взрывы. Три раза спасателям удалось вовремя предотвратить взрыв. Хотя количество подтвержденных вызовов невелико, ГСЧС просит людей сообщать по телефону обо всех подозрительных предметах и соблюдать элементарные правила безопасности. Никакие затраты денежных средств не сравнятся с жизнью и здоровьем людей. Учитывая события в стране, в области со 2 февраля проверяются защитные сооружения. Из имеющихся убежищ вывозят мусор, их ремонтируют, проводят к ним коммуникации. 1027 защитных сооружений в Одесской области. Из них где-то около половины коммунальной собственности, какая-то часть государственной и частной собственности. Корсовет уже пообещал до 1 мая отремонтировать все коммунальные защитные сооружения. По правилам, они должны приводиться в состояние готовности за 12 часов. В случае необходимости укрыться в защитных сооружениях, население должно брать с собой питание, предметы гигиены в среднем на двое суток.